Приветствую вас, и как мне видится, проблема ваша заключается в контексте данного вопроса в трех основных моментах. Момент первый – это смерть парня, что травма, что трагедия, потрясения и так далее. Проблема вторая – это доверие. Вы говорите, что два психолога вам сказали, что нужно бросать свое занятие, нужно бросать свое увлечение, и вы поверили этим двум людям. Вот у меня вопрос. Вы просто подумайте, просто подумайте. Не обязательно на него мне отвечать или кому-то другому, просто подумайте об этом. Вам большинство людей сказали, что это совместимо, или двое сказали, что нет? Ну, очевидно, большинство. И вопрос такой. Почему вы обратили внимание именно на то, что сказало вам меньшинство? Почему? Вот такой вопрос. Ну, всегда найдутся люди с альтернативным ниндом. Почему вы не верите большинству профессионалов? Это второй момент. Третий момент. Третий момент связан с тем, что вы говорите слово «верю» своим текстом. То есть, вы говорите, что вот мне сказали, значит надо. Скажите, вы настолько не уверены в себе, что готовы себя поломать? Готовы себе наступить на горло? Ради чего? Ради чего? Ради чего? Ради чего вы готовы наступить себе на горло? Ради отношений. Но разве отношения стоят того, чтобы наступать себе на горло? Разве отношения – это тюрьма? Разве отношения – это не свободно? То есть у вас был парень, который вас запер, который не давал вам свободы Это его проблема Это личная проблема, парни Это не проблема ваша И попробуйте здесь, пожалуйста, посмотреть на ситуацию так Что парень запер вас не потому что вы какая-то Да, мы не будем говорить какая-то Просто какая-то Парень запер вас потому что так было спокойнее ему И потому что он в этот момент думал о себе Возникает вопрос Если парень ваш, который завтра думал о себе Можно ли назвать это любовью? И если эту любовью назвать нельзя А это нельзя назвать любовью То были ли это здоровые отношения? И если это нельзя назвать любовью И это не были здоровые отношения Возникает вопрос А зачем тогда нездоровые отношения? Для чего нездоровые отношения? И могут ли нездоровые отношения дать то, что обычно дают отношения? Ну, я думаю, что, мягко говоря, наивно требовать от больного человека того, чтобы он вел себя как здоровый, ну, потому что он больной. То же самое и здесь. Надеюсь, аллегорию вы поняли. Теперь, значит, дальше. Ну, вот вы пишите, как найти новую профессию и новое влечение, которое будет равна сильно по интересности и цене со старым, у нас старая потеряла свою актуальность в зрелой жизни и более уместной лично по молодости. А вы себя записали в старые в 30 лет? Кто у нас сказал, что в 30 лет человек старый? Опять же, те самые два психолога, которые имеют просто свое альтернативное мнение, почему вы считаете, что именно их мнение вам подходит? Далее. Хотя меня до вчерашнего дня все устраивало в этом плане. До вчерашнего дня нас устраивало все в этом плане. А зачем тогда менять? Я профессионально занимаюсь музыкой, в жизни в этом деле. Мне с детства нравилось петь, играть на инструментах. Ну и играть, и все, проблема. Все, проблема найти себе мужчину в той же сфере, в которой, понимаете, свой. Пусть тот мужчина точно не будет вас этого лечить, потому что он сам знает, каково это. В 10 лет я начал писать свои песни, выступать с ними на концертах, в конкурсах, занимать призовые места. Ну здорово, замечательно. У вас есть клипы, какие-то музыкальные, 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 нет? А потом, значит, встретился парень и запретил. А парень был откуда? Из какого слоя? Вы писали, вроде бы, когда-то, что парень у вас был просто обычный такой работяга. Ну так вы выбрали человека из другого слоя, и, естественно, он вам все запретил, потому что это было шусть. Для вас не было ничего общего. Вопрос в том, зачем тогда эти отношения? Так, мне было очень больно, все брошено, но никакие уговоры не помогли. Присходит на 3 года погрузиться в законническую жизнь. Потому что он запретил не только музыку, запрещал не только музыку, но и абсолютно все. А терпели-то вы это зачем? Зачем это все терпеть-то? Ради чего? После смерти парня я кое-как вернул жизнь. Как вы перезлили смерть парня и пересилили? Знаете, вот ваше сообщение, оно очень сильно похоже на такой, ну, может быть, некий диалог с ним. То есть, такое впечатление, что вы из отношений с парнем еще не вышли полностью. Такое вот у меня, сразу же, сложилось впечатление. И если так, то сперва нужно завершить отношения с парнем, а потом уже все-таки куда-то идти дальше. Для этого нужно проанализировать ваши эмоции и чувства по поводу него, по поводу парня в парне. Значит так, после смерти я кое-как вернул жизнь, кое-как восстановил свои навыки, начинался от начала и даже лучше новую, молодец. Но парня с тех пор, как не было, так и нет. Ну, здесь, опять же, связано с коррекцией, дело связано не с тем, что вам надо что-то бросать, а дело связано с тем, что вы боитесь отношений теперь. Потому что у вас отношения были, и они ассоциировались только с борью, а с негативом, да? Ну, с какой-то борью и какой-то негативом у вас был. Вот. И отношения теперь, они для вас только такие. То есть отношения это боль, отношения это жертва, отношения это, ну вот я даже не знаю, отношения это, наверное, постоянное самопожертвование и так далее. Но это не так. Отношения это не самопожертвование. Отношения это не боль, это не наступание на себя. То, что вы это сделали, это связано с тем, что А. Вы не уверены в себе Б. У вас была цель, ради которой вы в эти отношения, собственно говоря, вступали Опять же, если у вас была цель какая То непонятно, почему вы эту цель пытались реализовать именно через другого человека Через молодого человека, через мужчину, через парню Так, значит, я одна очень давно И что, ну, одна очень давно, если вам, если вы этим не тяготитесь Если вас, в общем, и в целом все устраивает Ну, одна вы, и что дальше Зачем мне быть одной-то? Ну, значит, не ответили, вы человек еще своего Ну, не только это отношение И вот вы идите, все-таки, с тем парнем Там, что он умер И это для вас травма И все, я думаю, нормально будет Так, здесь я задавал вопрос Совместимо ли мое занятие с дневной жизни? Немного ответили, многие ответили сюда, но двое ответили, что совершенно нет И нужно перестраиваться, искать новое занятие и взрослеть А мне 30 лет, и то, что было можно в молодости, теперь неуместно в зрелости И это нужно понять Откуда эта установка? Вот, что мне нужно Мне 30 лет, и то, что было можно в молодости, теперь неуместно в зрелости Почему вы считаете, что 30 лет – это зрелость, а не молодость? Да, посмотрите, везде, где можно написано за 30 лет – это молодость А зрелость это после 40? Вообще-то Так, значит, далее Мне это вполне устраивает старое занятие и тянет к музыке всем сердцем Ну и здорово Зачем себя менять? Ну, раз нужно перестраиваться, кому нужно? Кому нужно? Не нужно это? Иначе мне не видеть счастья Не видеть счастья А разве вы не счастливы, когда вас все устраивает? Вы говорите сами Меня все устраивало в этом плане Ну вот вам и счастье Вот вам и счастье А делая наступаемое на себя и меня, вы становитесь несчастны Из-за того, что вы получаете взамен – это неравноценно Неравноценно Так, если, значит, все можно заменить Решил я тоже так себе на гонах выжих катать Но и тут Тоже говорят, надо искать это другое И это тоже уже неуместно Опять же, тот же вопрос Почему вы верите тем двум людям, которые вам это сказали Или вы считаете, что должны быть люди единогласны Я думаю, что принимать нужно то, что ближе вам И если вы не принимаете то, что ближе вам То вы не принимаете себя А проблема не принятая себя довольно серьезная И ее нужно решать в личных беседах Ну то теперь остается только в сфере скучной дизы Обычные домохозяйки Но этот вопрос вы уже задавали Я бы на него отвечал Вот, я думаю, что так можно ответить на ваши вопросы Надеюсь, что помог вам Обязательно подумайте обо всем, что я сказал Потому что очень похоже на то, что вы все-таки не завершили свои отношения с парнем А вот с тем, который погиб И, собственно, из-за этого вы одна Именно из-за этого вы одна А не из-за того, что у вас не была деятельность Или что-то вроде этого На этом все Надеюсь, что помог вам Если поставить вопросы, пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи!